Сегодня познакомлю вас с Дамиром. Скажи, пожалуйста, чем ты занимался до ЛР? До ЛР у меня был традиционный бизнес в сфере прямых продаж, бытовая техника. В принципе, все было хорошо. До кризиса 2014 года у меня техника была привязана к доллару. И когда кризис случился, соответственно, оборудование у меня выросло в два раза, подорожало. Ну и покупательская способность упала, продажи все упали, денег, получается, не оставалось. Но до кризиса, получается, доход мой был где-то 100 тысяч примерно в месяц оставлял, а после кризиса 26 тысяч, до 26 тысяч рублей в месяц упал. У нас на тот момент была ипотека, за которую мы платили 23 тысячи рублей. Можно сказать, сводили концы с концами. И мы с супругой искали разные возможности, другие бизнесы, но они все так или иначе требовали больших вложений. Плюс еще во время работы предпринимателем очень много было воровства со стороны сотрудников. Воровали бытовую технику и так далее. И я даже в тот момент думал, как бы найти такой бизнес, при котором у меня ничего не смогут украсть. И вот несколько лет, получается, перебирая разные варианты, я с супругой вместе мы искали возможности. Я ей говорю, хорошо, ты что-нибудь найди тогда, но мне сейчас этим времени нету заниматься, мне нужно кормить семью. Вот в один день я прихожу домой, она меня встречает у порога, как сейчас помню, в доме, и говорит, я нашла этот крутой, просто крутой супер бизнес. Я говорю, окей, рассказывай. Ну и, соответственно, она мне рассказала про нашего наставника из Уфы, Гульнару Харисову. Мы изучили информацию. В принципе, стартовали. Вот нам сказали, нужно написать цели, на какой доход вы хотите выйти. Ну, на тот момент для нас доход в 50 тысяч рублей, это казался просто, ну, классной, классной такой... Возможности. Да, возможности, 50 тысяч рублей в месяц. Мы думали, если мы выйдем на этот доход, то мы будем просто шоковать, ни в чем себе не отказывать, да, закроем какие-то свои финансовые, так сказать, дыры. Но когда мы вышли на этот доход, нам показалось этого мало, и мы не останавливались. И вот, буквально на днях, 18 марта 2022 года, нам исполнилось 5 лет, как мы в компании ЛР. Сейчас мы в статусе серебряный лидер организации. Это доход почти 400 тысяч рублей. У нас второй автомобиль от компании Volkswagen Tiguan. Ну и в нашей команде почти 30 автомобилей было выдано за эти 5 лет. Круто, круто. Смотри, сейчас такое нестабильное время, что многие предприниматели, это тоже опять кризис, да, у нас, и теряют бизнес и вынуждены их закрывать. Что бы ты им порекомендовал? Предпринимателям, которые вот сейчас, может быть, рассматривают какие-то возможности. Да, если вы открыты к деловым предложениям, рассмотрите этот источник дохода, потому что его можно совмещать с основной своей деятельностью, да. Если даже кто-то работает по найму, здесь нет никаких рисков, у вас невозможно ничего украсть, как я как раз-таки, да, искал такой бизнес. Здесь не нужно иметь складов, здесь не нужно нанимать сотрудников. Вот, например, в нашей структуре почти 4 тысячи человек, вот, но ни одного из них мы не нанимали, мы за них не платим налоги. Плюс продукция повседневного спроса, более 700 номинований на все, есть сертификаты, то есть этим не нужно заниматься сертификацией. Даже, ну, я когда занимался вот бытовой техникой, мне приходилось завозить ее через таможню, оформлять на таможню, затем платить налог, да, НДС и так далее и тому подобное. Плюс сертификацию нужно было проходить. Здесь этого ничего нет, все эти расходы на себя берет компания. Все, я думаю, это идеальный бизнес без вложений. Без вложений, спасибо большое. Все, пока. Спасибо. Спасибо.